Хочу представить вашему вниманию обзор Windows Phone 7 Mango на HTC Radar и обзор MIGO Harmattan на Nokia N9. Начнём с разблокировки. В MIGO доступен двойной тап по экрану или разблокировка с помощью жеста. Приступим к сравнению. Вот, допустим, приложение «Телефон», как выглядит. В MIGO приложение «Телефон» запускает последнее запущенное состояние. То есть, если это были контакты, то контакты. Если набор номера, то набор номера. Если список звонков, то список звонков. В MIGO «Манго» всегда вызывается первым журналом. Вот здесь мы перешли. Здесь тоже такая иконка. Допустим, 100. Вот как выглядит звонок на обеих ОС. На мой взгляд, достаточно сравнимо, хотя я бы предпочёл более крупные кнопки. Так, берём это многоголосие. Вот как выглядит журнал. В MIGO доступная сортировка. Пропущенная, исходящая. Закроем. Теперь перейдём к социальной составляющей. Как она организована в MIGO и в WP7. Как вы видите, в MIGO у нас на рабочем столе только иконки. Они не активны, то есть они не меняют своё состояние в зависимости от происходящих событий. В WP7 здесь другая концепция. Это тайлы. Они размером примерно соответствуют пальцу. То есть, вот, их удобно нажимать на ходу, не промахнёшься. Но они при этом активны, то есть они анимированы, они постоянно показывают актуальную информацию. То есть, допустим, если здесь появляются новые сообщения, то смайлик меняется на подмигивающие и появляются сообщения. Здесь появляется циферка, сколько пришло писем на тот или иной почтовый аккаунт. Здесь показывается активность в социальных сетях, то есть, кто писал. Вот так прокручивается меню. Социальные составляющие устроены следующим образом. Мы переходим в контакты. У нас строка, что нового, это активность наших друзей. В MIGO это свайповым жестом. Вот у нас лента событий. Здесь один и тот же аккаунт, на обоих придется обновить на MIGO. К сожалению, никакой анимации во время обновления нет. Непонятно, что аппарат делает, хотя вот кнопочка только серая. Вот здесь у нас пишется поиск новостей. Просто ничего нового. Так, ладно, MIGO не скачала. Откроем просто одно и то же сообщение. Так, тут с тех пор уже достаточно много их кто-то написал. В MIGO мы видим запуск приложения Facebook, через который мы читаем соответствующее сообщение. В VPC мы остаемся в рамках того же приложения «Контакты». Здесь нам придется его свернуть, но мы возвращаемся в общую ленту. Так, к сожалению, так и не пришли обновления на MIGO, хотя они подключены к одной и той же Wi-Fi. Вот сколько сообщений с тех пор пришло. Так, здесь есть список последних, сам список соответствующих контактов. Здесь, допустим, Facebook, Twitter. Они все автоматически объединяются. В MIGO контакты выглядят следующим образом. Я не буду прям показывать, чтобы не разоблачать свои контакты. Так, теперь перейдем к интернету. Перейдем к интернету устроен следующим образом. Последний запущенный запускается. Можно сравнить рендеринг. Так, аккумулятор у нас подразведился. И перешел в экономию энергии. Но тестировать устройство у нас это не помешает. Продолжим ознакомление с интерфейсом. Что еще дает возможность эти интерфейсы? Они дают возможность просмотреть фотографии. Вот как выглядят здесь альбомы. В IP7 интересно тем, что... Здесь можно просмотреть фотографии не только хранящиеся на своем устройстве, но и в Фейсбуке и в Скайдрайве. Вот, допустим, фотка из Фейсбука. А в МИГу аналогичного функционала нет. Просто не предусмотрим. Теперь музыкальный плеер. В IP7 он объединен с видеоплеером. Здесь у нас есть журнал просмотра. Здесь как видео, так и музыка. И, соответственно, можно запустить с того места, где воспроизводилось. Вот, новые загруженные альбомы. Так. Так, музыка. Так это выглядит. Да. Так. И управление еще хотел показать. Если мы здесь, мы получаем вот так управление плеером. Как раз позволит нам быстро остановить. Так. И вот как-то выглядит. Для сомнения, вот управление плеером. Закрыли плеер. Теперь почта. Вот как почта устроена в МИГу. Вот как в IP7. Она позволяет либо объединить ящики подобным образом. То есть они будут показываться в одной ленте сообщений. Либо отдельно для каждого. Так. 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 Интересно также посмотреть, как они работают с документами, полученными в сообщениях. Так, перейдем в Mail. Так, здесь у нас различные примеры PDF-файл. Они уже ранее загружались. Так, вот эта PDF-ка. Так, достаточно большой файл. Док X. Сейчас он скачается. Вот он уже показывает. В данном случае он позволяет уже сразу просматривать, но подгружает полностью. Доступная возможность исправления уже позже. Вот доступная возможность. Здесь можно переходить прямо по главам, заголовкам. В MIGA ничего подобного, в принципе, нет. Здесь лишь только просмотр документа. Причем, к сожалению, нет просмотра в один столбец, что достаточно затрудняет чтение таких документов. Но если файл небольшой, то открыть его можно. Вот здесь доступна правка. Пожалуйста. Причем с поддержкой, конечно, орфографии. Пустим. Можно сохранить, отправить. Нет. Закрыть. Например, таблицы. Так это выглядит. Ну, в принципе, сомнений в том, что Microsoft сделать хороший офис ни у кого не было. Но все же такая мощная работа с таблицами впечатляет. Здесь, опять-таки, только просмотр. Но, тем не менее, она открыла достаточно большую таблицу. Тут результат у MIGA все равно достаточно хороший. Ну, там что-то изменить уже нельзя. Так. Что еще предоставляют эти системы? Twitter, Facebook мы посмотрели. Просмотр видео. Вот так здесь это устроено. К сожалению, далеко не все файлы у меня вычитались. Вот. Вроде AVI. А воспроизвести невозможно. В WP7. Широкой поддержки видеоформатов нет. Надо кодировать. Вот так вот. Не видно. Все файлы начинаются воспроизводиться с того места, где они закончились. Погода. Погода. Погода здесь в MIGA на ленте сообщений. Вот. Для WP7 доступное HTC-шное приложение. Это знакомый всем. Sense. Анимация. Amiga просто подгружает. это можно сказать сторонние приложения магазин приложений marketplace nokia store сожалению одно из возможно самых неприятных сторон работы с мигу это конечно малое количество доступных приложений на текущий момент потому что к сожалению пока полезных приложений маловато самые главные и в категории то тут пока нет вру категории есть так все постепенно погружается в обоих вес так возможности игр vp7 есть xbox live здесь помещаются все игры и доступен наш аватар выпасим аналогично в мигу аналогично функционал нет здесь просто есть игры вот из коробки идут три игры вот допустим допустим две игры и и и Достаточно глупо сравнивать графику, потому что игры немного разные. Просто хотел показать, какие здесь возможности. Вот так мы свернули. Пожалуй, на этом все, друзья.